Финансовая безопасность для граждан серебряного возраста. Союз Женщин Чуваши продолжает активно использовать площадку штаба общественной поддержки для реализации своих инициатив. На этот раз в штабе провели занятия по финансовой грамотности. На встрече собрались серебряные волонтеры и активные пенсионеры. Их поприветствовала и выразила признательность за желание получить новые знания председатель Союза Женщин Чуваши Наталья Николаева. Я очень много сама была свидетелем таких мошеннических схем. И те люди, которые пострадали, я уверена, что вас это не коснется. Вот здесь будет, знаете, такой тоже проведен, наверное, мастер-класс, благодаря которому вы точно будете чувствовать себя в безопасности. А это на сегодняшний день самое главное. Зачастую люди пожилого возраста очень доверчивы. Этим и пользуются мошенники. Развод по телефону, через мессенджеры, а также с использованием технологии подмены лица и голоса. Аферисты придумывают все больше способов забраться в виртуальные кошельки своих жертв. И адаптируют старые методы под новые условия. Директор Центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев рассказал пенсионерам, какие схемы сейчас используют злоумышленники. И как психологически быть к этому готовыми и не поддаться на их уловки. Они тоже пользуются соцсетями, мессенджерами, но в большей степени риск идет именно от мошенников, которые звонят гражданам либо на домашний телефон, либо на сотовый. И под разными обманными уловками пытаются выудить у них финансовые средства. Ко мне звонили и не один раз, и много раз. Я всегда сбрасываю, чтобы лишнего разговора не было. Можно изменить голос, как бы родственники звонят. Вот это тоже для меня новшество. Я слышала, что искусственные интеллекты бывают, что именно в обмане денег они существуют. Вот для меня это новшество. Финансовым просвещением активно занимаются также волонтеры и журналисты. На мероприятии им вручили благодарности. Среди них шеф-редактор телевидения Инесса Потапова.